Читание первой книги «Встань, ешь!» И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал «Встань, ешь! Ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись с той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господнем. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы пред Господом. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня вияние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лице свое, милостью своею, и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья? Он сказал, возребновал я о Господе Боге, Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили совет твой. Слово Божие. Благодарение Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Господин се увек сјећа своје гаса веза. Господь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Всегда видел я пред Собою Господа, ибо Он, одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть стление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в теснице Твоей вовек. Субтитры создавал DimaTorz 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 с Вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белую, блистающей. И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с Ним отягчены по лесу, но пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. Когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу, Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил. Когда же Он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Слава Тебе, Христе! Южную и Северную. И в Южной части крепкая и сильная вера в единого Бога осталась в сердцах людей. А на Севере происходил разврат и язычество. Царь Ахав женился на язычнице Изабель финичанкой, и она вместе с собой привела много вааловых князей. И говорят, что при дворе их было около 450. Они приводят язычество в народ, который, справдляя себя Господь, убивает всех пророков в Северном Царстве, кроме пророка Ильи. А он остается ревностный, пылкий, даже ценой всей своей жизни. Он приходит к царю и говорит ему о его грехах. Открыто, открыто становится против этой царицы. Царь исполнял все желания своей царицы Изабелы, своей возлюбленной. И таким образом даже не думал, что он предает своего Господа. И даже в конце его жизни обратился его сын Ахазий. Все-таки он делал то же самое, что его матерь Изабель. А пророк Илья, можно сказать, на современном языке делал пропаганду одного единого Бога. Делал рекламу Божьей правды здесь на земле, между людьми, между Божьими творениями. Мы можем даже провести такую параллель между временем Илья. Это было в середине 9-го столетия до Христа. И это абсолютно совершенно похоже на наше современное время. Более или менее, и мы живем во времени рекламы, во времени рекламы, которая, чем более она пестрая, яркая, чем более она громкая, эффективная, тем больше она нас приводит к тому, чтобы мы пробовали различные изобретения, и чтобы мы попросту пришли и в какую-то секту. Все эти послания от реклам бомбартируют нас из различных изданий, масс-медиа, каждодневных новостей, радио, интернета. Они приходят к нам на электронную почту. И этот мир интернета, он помнит, запоминает каждое наше движение. Какую бы мы интернет-страницу ни открыли, оттуда уже приходят к нам разные рекламы, предложения. И именно такие, которые могут тебя заинтересовать. И поэтому говорится, что всемирные, великие, знаменитые фабрики нашу половину своего капитала тратят на пропаганду и на рекламу. И потом мы не удивляемся, почему все так же поступают и политические стороны из целого мира. Они пытаются уверить в нас, в своих добрых намерениях, в своих добрых наклонностях, ибо чтобы мы их выбрали. А потом все именно так, как и есть. Все что-то рекламируют и, конечно же, говорят только о том добром, что они предлагают. И мало есть тех, которые людям говорят о зле и о слезах. А именно о таком Боге, который говорит нам о слезах и страданиях, к такому Богу пришел Илья. Царица Северного Царствия Изабелл не говорила о том, что она убила всех божьих пророков в своем мире, а народу говорила лишь только о добрых сторонах своей программы. Но наш Господь говорит нам абсолютно по-другому. Наш Бог является тем, который обещает нам и пот, и слезы. Наш Иисус, Он абсолютно другой. Абсолютно другой, нежели Боги этого мира, современного мира сегодня. И вы видите, наш Иисус, Он знает, что правда порой болит, но что ложь нам делает зло, обижает нас. Иисус знает, что правда освободит нас даже тогда, когда причинит нам и боль. И Он хорошо знает, что человек может измениться и стать лучше только тогда, когда Он осознает и примет все возможности, в которых живет. Пророк Илья осознал все возможности, в которых живет, и Он осознал, что это не та возможность, которая на благо человеку, и поэтому Он воевал против этого. Потому Иисус ясно и однозначно говорит нам, возьмите на Себя мое Иго и мое бремя, и научитесь от Меня, ибо Я кроткий и покорный сердцем, смиренный сердцем. Когда говорится об Иге, о бремени, Ерме, мы можем спросить, что это такое. Это то, что можно взять себе на спину, и потом к этому древу также и ходят узда, и плуги, колеса, все это, и они ведут нас туда, куда человек не хочет, и выглядит это как одна страшная сцена, которая, может быть, является некрасивым образом в наших мыслях и представлениях. Словно бы Бог ожидал от человека, что человек должен взять на свои плечи всю свою жизнь, все радости и неудачи своей жизни, и как бы тянуть, тащить это за собой. Словно бы это был идеал, который Господь приготовил для человека. Достойно ли это человека, который является Божьим створением? И вы, кто старший, вы знаете, что по всему миру, где бы мы ни находились, откуда бы вы ни приехали всюду, там проходили разные революции, именно потому, что необходимо было как бы оставить все времена, все, что делает нас рабами, ибо человек имеет в себе природное, натуральное желание шиться бремени. А пророк Илья говорит, что нужно его принять, даже если это и твое собственное ермо и бремя. И я верую, что в своей жизни вы почувствовали когда-либо близость Иисуса, и никогда Иисус не говорил пустые слова, ибо Он Сам шел тем путем, о котором говорил и нас. Именно Он тот, Господь, который взял на Свои плеча крест, бремя, иго, и нес Его прямо до места Своей казни и Своей смерти, и потому перед смертью сказал Своему Богу, «Я хочу исполнять волю Моего Небесного Отца, который на небе». Иисус не спрашивает, не входит в дебаты, но с великим доверием принимает чашу, берет все бремя и тяжесть креста, и идет на страшную смерть. И кто в тот момент мог понять это? Кто мог тогда, видя это, увидеть хотя бы кусочек Божьей правды в этом? Кто мог во всем этом увидеть великий Божий план спасения мира? Дорогие братья и сестры, кто мог в ту страшную пятницу, когда вся эта тьма объяла целую землю, кто мог тогда представить себе, что придет заря воскресения, и что Иисус остался верным Своему Отцу, пророка Илия? Вспомним себе все его конфликты с царем Ахабом, когда он говорил, что все эти пророки Вала и все князи, что они разжигают огонь, и пусть они молятся к своим богам, и пусть тогда зажгут эту жертву, но хотелось, чтобы вернулись к одному богу, который есть на небе, и чтобы вернулось к людям Божьи заповеди, Божьи законы и в сердца людей. Бог этого Иисуса возвеличил, возвысил. В Ветхом Завете говорится, что именно того пророка Илия забрал пламень и отнес на небо. И вчера в Евангелии мы слышали слова Иисуса, как Он говорил, «Славля Тебя, Отче Господь неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл дом младенцам». Илия был малым, маленьким, а царь и царица, они были разумными, мудрыми, великими, все их считали великими, а все-таки они могли и не иметь той мудрости, этого маленького, неизвестного пророка. Илья навещает Господь через слабое дуновение, тихое вияние ветра, то, что закрыто перед мудрыми и разумными современного времени, теми, кто сами себя называют мудрыми и разумными, а мы их легко можем принять за таких. Это иго, это бремя является истинным путем. Служить единому Богу означает царствовать. Это то, чего ни царь Ахав, ни царица Изабелла не понимали. Мудрые и разумные современного мира – это современные Ахави, цари и царицы Изабеллы, которые идут к наполнению своих жизненных желаний, идут просто, чтобы наполнить свои жизненные стандарты. Не тот жизненный стандарт, который даже не столь это, а как просто использовать свою жизнь и учит нас такому собелюбивому использованию своей жизни. И потому сегодня так очень выражен культ здорового молодого тела и новые развлечения различные придуманы, и учит нас эгоизму просто использовать что-то. И тогда, как они говорят, это является человеческим правом. Всегда, как бы, приходят и взывают к человеческому праву. Неужели, братья и сестры, мы думаем, что человеческое право стоит выше Божьего закона, Божьих заповедей, Божьего закона, за который пророк Илья был готов даже отдать свою жизнь, а Иисус принял все страдания и смерть на кресте, полностью униженный и распятый на кресте наш Господь. Если мы увидим развитие этого мира без критики, без того, чтобы критиковать его, если мы будем молчать об этих великих переменах, которые ведут к моральности, которые сегодня происходят в нашем обществе, тогда мы свободно можем себя назвать христианом, который смотрит на свою собственную погибель. Неужели мы воистину думаем, что эти Божьи законы чем-то противятся человеческому счастью? Неужели воистину мы думаем, что человеческое общество будет счастливым с законами, которые позволяют аборт и автаназию, различную моральную жизнь? Неужели человечество будет воистину более счастливым, если полностью себя развратит язычеством? Воистину ли мы будем счастливы тогда, когда супружество и супружеская верность уже не будет для нас ничего значить, когда муж и жена больше не будут одним телом? Неужели мы будем более счастливыми, когда человеку будем постоянно говорить, что его счастье только в человеческих домах, в коррупции, крадежей несправедливости, и мы не будем больше этому удивляться? Воистину ли мы будем счастливыми, когда будем гнаться только за сокровищем этого мира, и будем удивляться, почему так много алкоголя и подобных таких вещей? Неужели мы будем более счастливыми, когда будут пути полные арогантных людей, небеспечных водителей, которые себя возвышают и ставят себя великими и не способны достигнуть правой Божьей мудрости об Иге, об Реме, о Кресте, и не способны будут достичь мудрости жизни, полной смысла, ибо их жизнь наполнена только лишь другим смыслом? Пророк Илья возривновал о Господе Боге Саваофе, Бог мой единый, Он тот сущий. И Иисус говорит нам, возьмите Иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и так Вы найдете покой душам Вашим, ибо Иго Мое благо и бремя Мое легко. Его великая мудрость заключена в этих словах Иисуса. Иисус нас призывает, чтобы мы несли Его игорь, Его бремя. Он предупреждает нас, что мы должны следовать только за Ним одним, всей своей жизнью и всем своим сердцем, ибо Он Сам нам показал путь, путь быть смиренным, послушным Богу, и, идя путем Иисуса, пойдем и мы Его путем. Будем мы идти Его путем. Он был тем, который был кротким агнцем, верным Отцу и принял даже смерть. Иисус таким образом достиг славы воскресения. Это является посланием и для нас, братья и сестры. И когда мы примем крест и игорь Иисуса, когда мы с верой и доверием примем на себя все неудачи этой жизни и будем решать их вместе с Иисусом, тогда воистину мы обретем покой душам нашим. Будем и мы размышлять над этим. Может ли человек, который хочет только своими силами достичь мира в своем сердце? Я говорю, нет, это невозможно, ибо человек, который идет только за тем, что предлагают нам каждый день рекламы, каждый день ищет чего-то еще более сумасшедшего, яркого и до полного, просто бессмысленности доходит. Представим себе один пример. Недолго перед этим это европское абсолютно безбожное общество добилось разводов, аборта и таким же образом и гомосексуализма. Что же тогда будет следовать за всем этим? Боюсь этого. Я верую, что вы, которые... Зло присутствует... Согласно с тем, что зло присутствует, что обман сатаны, который... Который говорит нам о том, что жизнь без Христа — это царство. А пророк Илья возбунтовал против этого еще в девятом столетии перед Христом. Отличемся и мы сегодня, братья и сестры, от этого, ибо воистину тот, кто служит Иисусу в смирении, и тот царствует. Иисус говорит нам, блаженны, тихие и смиренные, ибо они будут теми, которые будут в Царстве вечном. Пусть Господь через заступничество Пресвятой Девы Марии, Царицы Мира, поможет нам, чтобы и все мы, которые собрались сегодня здесь, и весь наш народ, Босния и Герцеговина, и все народы света, все, которые приезжают сюда и ждут помощи нашей Матери, Царицы Мира, и весь мир. Будем мы следовать за Иисусом кротким, тихим, смиренным, чтобы в Нем мы воистину обрели мир для наших душ. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok